Доброе утро! Это день вместе с вами встречаем и Марина Гесса и Павел Савченко. Ну хорошо, ведь встречаем. В Челябинске завершился прием заявок на форум «Утро-2018». Те, чьи заявки будут одобрены, представят наш регион на молодежном слете. В этом году форум «Утро» пройдет в Курганской области, но мы знаем, что это не единственный крупный форум. Наша молодежь традиционно посещает Тавриду в Крыму и территорию Смыслов во Владимирской области. Ну а что же ждет челябинских студентов на форумах и можно ли туда еще попасть, об этом мы поговорим с нашим гостем. В нашей студии главный специалист отдела молодежных проектов Министерства образования и науки Челябинской области Екатерина Белоусова. Доброе утро! Доброе утро! Итак, скажите, пожалуйста, ну насколько мы понимаем, на утро уже попасть невозможно. Все, заявки одобрили. Заявки приняты, а сейчас их отбирают. Отлично! Вот те, кто попадает на утро, что там ждет людей? Зачем туда вообще ездят? Скажите честно. Молодежный форум это фантастическое место сосредоточения самых активных, ярких, неординарных творческих людей, которые проживают либо в нашей области, либо в принципе на территории Уральского федерального округа. И они могут попасть на форум на разные площадки. Всего 12 образовательных площадок в рамках форума утро. Спектр широчайший от предпринимательства до творчества. Каждый найдет себе смену по душе. Ну вот как я понимаю, что Челябинская область у нас будет отвечать за предпринимательство и экологию, правильно? Какие темы там будут подниматься и кого из спикеров привезете? Как всегда мы поднимаем самые острые, самые актуальные темы. Мы не можем обойти год добровольчества, который сейчас у нас проходит в стране, поэтому тема экологического добровольчества, она будет особенно актуальна. Примут участие в смене экологические активисты, зоозащитники, лидеры экологического движения региона, страны. В принципе, специалисты в сфере экологии, поддержания окружающей среды в хорошем состоянии. В смене для молодых предпринимателей, естественно, самые трендовые тенденции – это IT-технологии, это развитие самых популярных направлений в сфере, секторе экономики. Это технологии в первую очередь. На этом будет сделан акцент. Слушайте, ну вот вы уже оговорились, скажем так, про то, что заявки выбираются. А каким образом-то выбираются? Кого выбираете? Самых красивых, хорных каких? Выбираем тех, кому это больше всего нужно, потому что заявки у нас приходят со всей области, и молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет подают свои заявки и указывают в своих анкетах, почему именно они должны стать участниками форума. Они прикладывают свои портфолио, описывают достижения. И на основании этого эксперты отбирают тех, кто представит наш регион на форуме и станет его лицом. Ну, Екатерина, понятно, что, допустим, с форумом утра уже туда люди попасть не могут, уже заявки, потому что приняты. А вот, допустим, то, что касается Таврида или территории Смыслов, туда же еще можно попасть? Да, безусловно, эти форумы начинают свою работу чуть позже, поэтому прием заявок еще продолжается. Территория Смыслов начинается 27 июня, Таврида начинается в середине июля, поэтому прием заявок еще продолжается. Но нужно поторопиться, потому что вот-вот уже наступит дедлайн подачи заявок. До какого числа нужно обязательно подать заявку? Заявки нужно подавать до середины июня, если мы хотим поехать на Тавриду, потому что 30-го числа будет опубликован общий список тех, кто попал на этот чудесный творческий форум в Крыму. Отлично. Ну что, мы желаем, чтобы наши студенты там, а, проявили себя хорошо, б, напитались вот той самой сумасшедшей энергетикой, а в, потом в нашем регионе это превратили в какие-то замечательные дела. Да, в интересные проекты. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Ну и напомню, что в гостях у нас была главная специалист отдела молодежных проектов Министерства образования и науки Челябинской области Екатерина Белоусова. Хорошо, конечно, студентам, понимаете, можно отдых на свежем воздухе совместить с учебой на форумах. Вот наши же коллеги из Златоуста тоже отправились на прогулку. Да, но не просто так, а в поисках съедобной травы, что растет в предгорьях. Что же это за трава и с чем ее едят, мы расскажем в следующем сюжете.